Насколько уход Назарбаева может изменить Казахстан к лучшему, а может и наоборот? Мы сегодня обсудим в студии с гостями. С одной стороны у нас в студии Галина Нуртазинова, руководитель немецко-казахстанского общества. Добрый вечер. Добрый вечер. И у нас по скайпу из Астаны публицист и правозащитник Сергей Дуванов. Добрый вечер, Сергей. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, только я в Алма-Ате. А, в Алма-Ате. Обращусь сначала к Галине. Есть ли у вас все-таки ответ на вопрос, почему Назарбаев ушел именно сейчас? Ну, почему именно 19.03.19 и в 19.19 был подписан этот приказ? Это другой вопрос. А то, что своевременность... Из области нумерологии, скорее, да. Ну, пусть думают, как хотят, видят в этом какую-то символику, но то, что сам уход естественным, биологическим образом для каждого предназначен, что говорится, неизбежен. Это другой вопрос. И более того, в Казахстане, на мое впечатление, из Берлина довольно долго и основательно готовились. Ну, по крайней мере, по отзывам политологов, людей из его окружения, ну, последние два года это точно. Поэтому это ожидалось, но вот с датой всегда это будет неожиданность. А, Сергей, а ушел ли он вообще? Нет, как вам видится еще? Ну, я это имею в виду, потому что он же останется на посту главы Совета Безопасности, насколько я знаю. Не только на посту Совбеза, но и по факту он будет управлять страной, потому что тот перечень должностных обязанностей, полномочий, которыми он обладает, ему позволяет полностью контролировать деятельность. И нового президента, оставшегося вместо него, и парламента, и правительства. В общем, в целом он сохраняет в своих руках всю полноту власти. Другое дело, что он это делает уже как бы со стороны и не светится на политическом поле сам, в большей степени, как сегодня. Но, тем не менее, контроль и управление страной он и будет иметь в полном. Сергей, а вот вы, поскольку находитесь в Казахстане, я хотела у вас спросить об обстановке в стране. Есть ли у вас такое ощущение, что люди перестали бояться критиковать власть? Во всяком случае, нам об этом в эфире на этой неделе сказала немецкая журналистка, которая как раз тоже работает в Казахстане. Какие вообще настроения? Здесь двоякое такое отношение к этому вопросу. Дело в том, что, с одной стороны, да, действительно, волна протестности в отношении, в первую очередь, переименования столицы и тех наград, которыми осыпали ушедшего президента, очень сильно возмутили определенную часть общества. Поймите правильно, что не так все однозначно. Фейсбук это все-таки, ну скажем так, прямо в руках тех, которые не совсем лояльны к властью. А вот есть еще Инстаграм и другие социальные сети, где ситуация совершенно другая. Понимаете? То есть это примерно как в Чечне. В Чечне тоже у Кадырова Инстаграм, а все, кто как-то по-другому считает, они скорее в других социальных сетях. Да, дифференциация такого плана у нас тоже наблюдается. И, собственно, есть две волны. С одной стороны, люди есть, которые, возможно, искренне, возможно, неискренне, выражают сожаление по поводу того, что президент, так сказать, пересел в другое кресло. А с другой стороны, есть радость определенная. И даже эйфория была первый день, когда люди подумали, что это действительно всплеск демократии ожидает Казахстан. Но второй день развеял их эйфорию, и все вернулось на круги сети. Вот, кстати, про соцсети. А это правда? Нам, опять же, сказала эта немецкая журналистка, что после девяти вечеров в Казахстане отключают доступ к соцсетям. Ну, к Фейсбуку и Ютубу, да. Это глупость. Да, это действительно так. То есть по факту у нас блокировка интернета происходит практически каждый день. И связано это, ну, по крайней мере, мы это понимаем с блокировкой оппозиционера Аккорды Аблязова, который в этот момент выходит в прямой эфир и проводит свою агитационную работу. Так что по факту у нас, да, блокировка существует. Калина, а вы не согласны? Я общаюсь постоянно в Ютьюбе с родственниками. В Фейсбуке, извините, да. И я не заметила. Вечером. Я, конечно, не 24 часа в Ютьюбе, но я такого не заметила. И в переписке моих друзей в Фейсбуке об этом не говорится. А там есть и такие, которые, ну, довольно больно высказываются. Ну, это мое стороннее мнение. Наверное, Сергей Ведни. Но, Сергей, вы, например, когда вы в 9-10, например, вечером хотите зайти в Фейсбук или пообщаться с кем-то в мессенджере, это возможно или нет? Нет. Не только мне. Это невозможно никому, кроме министра Абаева, который говорит, что у меня проблем нет, я вполне пользуюсь Фейсбуком. Но я еще больше скажу, не только Фейсбук. Вообще начинает глючить весь интернет. То есть нет возможности вообще даже детям сказку поставить. Понимаете, в чем проблема? То есть это достаточно серьезно. Это очень раздражает людей. Ну, кто-то раздражается на Аблязова, но основная масса, конечно, понимает, что виновата власть, которая это делает. У меня дальше вопрос, может быть, сначала к вам, Галина. Назарбаев славился в основном тем, что он часто говорил о том, что Казахстан многонациональная страна и что Казахстан премьер такого мирного сосуществования многих народов. не боитесь ли вы, что после его ухода это может измениться? Я говорю в основном о сосуществовании этнических русских и казахов. Ну, вы знаете, я принимала участие в заседаниях Ассамблеи народа Казахстана. Есть такой орган, который регулирует вот эти межэтнические отношения в Казахстане. Я общаюсь с представителями разных национальных, титулярных наций и так далее. В Казахстане я такое не скажу. Вот я считаю, что это заслуга Назарбаева. И я сама была на этих ассамблеях народа, когда я видела, что действительно к нему благодарность. Не только от казахов, но и действительно от русских, украинцев, узбеков, татар, корейцев и так далее. Все, кто у нас населяет их. В принципе, я считаю, что это одно из его важных... Ну, хорошо, это его заслуга, но после его ухода может измениться ситуация. Нет, я не думаю, эти органы, наверное, останутся, и народ не пойдет завтра же на какие-то обострения. Есть, конечно, в бытовом плане какие-то трения межэтнические. Межэтнические они всегда возникают. Мы знаем это и по Берлину сейчас, особенно в связи с миграционной ситуацией. Это возникает, когда все равно кто-то чужой в чем-то виноват. Сергей, а вот вы наблюдаете какие-то межэтнические трения сейчас? Есть? Нет, я бы не сказал. Другое дело, что я не согласен, что это заслуга Назарбаева. Я думаю, что все-таки это общая традиция, которая сложилась на территории Казахстана. Веротерпимость и взаимное уважение людей. Все-таки многие уже годы казахи, русские и прочие этносы живут в дружбе. И здесь я не думаю, что роль ассамблеи настолько велика, что она поддерживает эту стабильность. Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что ничего не изменится принципиально. Почему? Потому что, во-первых, он никуда не ушел. То есть линия та будет продолжаться. Более того, те люди, которых он поставил, они будут проводить именно ту же политику. А здесь я могу сказать, что политика, в принципе, действительно надо признать. Она способствует того, чтобы это взаимное уважение и отношение друг к другу и терпимости, о котором я говорил, она сохранялась. Это можно признать. Галина, вы хотите еще разговаривать? Да, я хочу по этому поводу сказать, что, конечно, казахи, степняки отличались всегда тем, что они даже, я бы сказала, с интересом и всегда с любопытством встречали чужеродцев, других людей, потому что это был для них источник информации. И вообще очень многие, потому что Казахстан был местом ссылок, политических ссылок, мы знаем, депортации народов во время Второй мировой войны и так далее. И есть не только легенда, а действительно реальность, что казахи их сердечно встречали. Я согласна с Сергеем, это в традициях казахов, казахов-степняков. Но я хочу сказать, что несмотря на то, что Сергей говорит, это не заслуга Назарбаева, это данность нашей жизни, которую мы унаследовали, но с другой стороны мы знаем, как легко можно разыграть политическую карту национализма. Не надо далеко ходить за примерами. И политика была Назарбаева, и правительства, и парламента именно в том, что и в вопросе о государственном языке, и в вопросе религии Назарбаев сам ездил, скажем, поздравлял на православную Пасху православных, русских и других, белорусов и прочее. Он ездил на освящение той же синагонии и так далее. То есть это политика, это политика, а можно было националистическую карту очень легко разыграть. Вернемся к казахам. Вы сказали, что казахи гостеприимный народ, но у меня еще складывается впечатление, что они, наверное, довольно терпеливый народ. Ну это тоже есть вообще. И что тоже удивительно, Ник, вот сейчас меня за эту неделю я с этим столкнулась, что не желают говорить о том, что происходит в стране. Мы обращались ко многим потенциальным гостям, которые могли бы прийти к нам в студию, и чуть ли не в последний момент люди отказывались, потому что не хотели открыто говорить о своей позиции. Вы знаете, нужно исходить из ментальности казаха, и не в ментальности казаха. Вот вы знаете, открытые споры и так далее. И, конечно же, патернализм. Вот у нас это присутствует, это, наверное, и вековая традиция. Вот поэтому в Назарбаеве то, что многие действительно искренне сочувствуют, что он уходит, это патернализм, который приобрел форму еще и политического централизма. Сергей, мы уже поняли, что главная проблема, видимо, не межнациональные отношения, но я понял из того, что я читал за эту неделю, что главная проблема или главный вызов, это, наверное, экономика в Казахстане, потому что, насколько я понял, за последние два года очень сильно ухудшилась именно экономика. Вы считаете, что после ухода или не ухода Назарбаева что-то может измениться к лучшему? Я не вижу оснований к изменению к лучшему. Почему? Потому что задан вектор за годы управления Назарбаева, и он реализуется и будет продолжаться. То есть нет никаких оснований думать, что те реформы, о которых уже последние 15 лет говорил Назарбаев, они все-таки будут реализованы. То есть из всех начинаний, которые делал Назарбаев, в общем-то, ни одно из них не было выполнено. Не было модернизации, не было ни политической, ни экономической, ни социальной. То есть все осталось на кругах своя. Я могу сказать, что вот уходя, если бы он уходил, президент оставил бы страну в глубоком экономическом и социальном кризисе. Вот это нужно признать, но официоз этого не признает. А основная масса людей почему возмущаются? Почему они возмущаются тем, что идет вот такое возвеличивание его? Потому что человек завалил работу, понимаете? А его берут и награждают. А они открыто возмущаются, потому что там есть какие-то очаги протеста сейчас в Казахстане, я видела. Но это там мизерное количество людей. Вы знаете, вот как раз то, что там мизерное выходит, это как раз тот патернационализм и проявляется. Люди очень трусливые. И это не на пустом месте. То есть репрессии, которые идут последние два года, точнее, последний год, А вообще-то они начались с женозения, когда, если вы помните, были расстреляны забастовщики, понимаете? Это мы отслеживаем, вот я работаю в организации, которая отслеживает мирные собрания, то есть митинги. И мы это называем синдромом женозения, женозенским синдромом. То есть люди перестали выходить на митинги, на протесты. Раньше было 162 митинга в течение года. Сейчас только 32, вот за последний год. Представляете, какое падение? За каких-то 6-7 лет. Это есть следствие того, что власти зажимали, как бы гайки закручивали. И в итоге сегодня десяток, другой человек выходит на какие-то митинги, протесты, протестные акции проходят. Их, естественно, полиция дезавирует эти протесты. Я как человек из России не могу не спросить у обоих гостей, у Галины и у вас, Сергей. Как вам кажется, похоже ли Россия и Казахстан? Понятно, многие сравнивают сейчас с Путина и Назарбаевой. Намекают, что Путин тоже бы мог присмотреться к своему соседу и, возможно, тоже бы передать власть. Какие-то аналогии есть? Во-первых, можно сказать, что мы все равно еще не полностью отрезали пуповину. Вспомните, что Назарбаев сформирован как специалист в Украине, в России. В России он, например, учился в Академии народного хозяйства, защищался. Если вы помните, что были даже идеи Назарбаева в период перестройки сделать предсубмина СССР и так далее. То есть, естественно, он плод этой структуры, этой системы. И учтите, что немецко-казахстанские отношения, прошу прощения, российско-казахстанские отношения очень тесные. Поэтому у нас исторически очень тесные связи. И, конечно, модели очень тесные. И, конечно, Назарбаев всегда был на прямой связи с Владимиром Владимировичем, с Кремлем. Это ясно. Сегодня мы в едином союзе. Значит, если казахи и русские так похожи друг на друга, вы думаете, что в Кремле сейчас следят за СССР и Назарбаева? Безусловно, следят, конечно. После Украины они очень следят за всем, что происходит вокруг и около. Но я все-таки отвечу на вопрос, который вы задали. Да, да, пожалуйста. Похожи ли мы или нет? И да, и нет. Мы очень похожи в части зажима свободы слова, отсутствия демократии, отсутствия независимых судов, преследования оппонентов политических. То есть в социальном плане мы очень похожи. И по уровню жизни мы очень похожи. Но у нас нет амбиций имперских, у нас нет претензий на захваты каких-то Крымов. Мы самодостаточная страна в этом плане. У нас есть территории, немало, для нашего населения это даже очень предостаточно. Поэтому мы ни на что не претендуем, на какие-то нет у нас амбиции. В этом плане мы, конечно, очень разные. Галина, спасибо, что пришли к вам в студию. И мы вернемся через несколько секунд.